Неприятными слухами окутана больница скорой медицинской помощи Назиповской. Бригаду не дождешься, а в приемную не попасть. Главврач объясняет, в сутки поступают почти три тысячи вызовов. Выехать могут не больше, чем на тысячу. Медиков просто не хватает. В самих же отделениях, в палатах полный порядок. Да и по словам пациентов, жаловаться им не на что. Знаете, я почему решил все обойти своими ногами, посмотреть. Много этой больницы входит страшилок. Она, я скажу, обласкана в кавычках любовью народа, горожан особенно. Поэтому, на самом деле, знаете, определенные вещи подтверждаются. Хотелось бы лучшего увидеть. Пример, к чему нужно стремиться к кубанскому здравоохранению – Краевая больница имени Ачиповского. Уровень ничем не уступает европейским клиникам. Здесь экстренно примут больного и помощь все окажут на высочайшем уровне. Медики без преувеличения делают уникальные одни из самых сложных операций. Но вот стоит зайти в соседнее отделение поликлиники – очереди практически к каждому специалисту. Мы регистратуру прошли. Три часа в регистратуре просидели. Теперь нам сказали, надо консультацию сначала сделать. Специалисты? Да, генетика. Просто очень много беременных. И мы до сих пор сидим, просто ждем. Получается, у нас еще и оправдывает. У нас не может быть оправданий. Беременная женщина с ребенком маленьким, она сидеть не может по определению. Я это увидел, услышал. И дальше мы постараемся сделать так, чтобы это не было. На медколлегии, которую собрали позже, после объезда, Кондратьев, как сказали бы на врачебном сленге, выписывает лекарство провинившимся. Вместо обширных рассказов об абстрактных проблемах, руководитель региона требует от главы Минздрава конкретного решения конкретных проблем. Евгений Филиппов долго зачитывает подготовленную статистику о том, что часть медоборудования в регионе простаивает, а вот кто должен нести за это ответственность, так и не звучит. То, что вы так говорите, говорите складно, ладно, но выводы какие-то, кто не будет делать? Основные болевые точки краевого здравоохранения сейчас это кадры. Здесь и слабый контроль за целевым распределением выпускников медвузов, которые после их окончания избегают работы в районных больницах. И отсутствие качественного первичного звена, то есть терапевтов, на местах при начальном осмотре пациентов. В плюс к этому и часто хамское отношение к больным. Как пример, глава региона приводит Краснодарскую систему здравоохранения, на которую постоянно идут жалобы. Коллеги, все, что мы делаем, этому грош цена будет при условии, если народ будет говорить другое. И поверьте, я буду слушать народ. И если народ будет это отрицать, все наши результаты, и все, что мы делаем на словах, на деле не будет подтверждаться, выводы я буду делать из того, что говорят люди. И призываю вас, ходите по этой земле, будьте рядом с народом и будете понимать его проблематику. Чтобы изменить ситуацию, для начала нужно признаться, что в ней не все так хорошо, говорит Вениамин Кондратьев. Всему краевому врачебному сообществу он ставит задачу разработать стратегию развития медицины до 2020 года. Вы в курсе, что скорая помощь Краснодарского края за год спасла 150 тысяч жизней кубанцев? В этом врачам помогли современные технологии, новые способы транспортировки больных, в том числе авиация. За прошлый год медиками было совершено 1730 вылетов. Здравствуйте, я Инга Габешия и на канале ФКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, вместе с вертолетами в распоряжении медиков неотложки Краснодарского края 617 автомобилей. В том числе системы ГЛОНАСС, позволяющие в кратчайшие сроки найти дорогу к больному. В Кубанском Минздраве отмечают, что сегодня в медицине идет упор на то, чтобы увеличить скорость пребывания медперсонала к пациентам. Как эта работа ведется в Сочи, мы спросим у главного врача сочинской станции, скорой медицинской помощи Олега Баско. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Вы приняли станцию скорой помощи Сочи на волне жалоб, если можно так сказать. Люди жаловались на долгое ожидание врачей. Что за это время изменилось в системе? Ну, нужно сказать, что количество жалоб во многом было обусловлено объективными причинами. Во-первых, после Олимпиады значительно увеличился поток в наш город отдыхающих. А нужно сказать, что расчетное количество бригад осталось и до сих пор остается на прежнем уровне. К сожалению, такое законодательство, и мы его переделать пока что не в силах. Но, тем не менее, в наиболее пиковые периоды нагрузки край, то есть это Кубань и Краснодар, давал нам усиление в виде врачей и фельдшеров скорой помощи. И это позволяло снять наиболее сильную нагрузку во время летних месяцев и январских праздников. Сейчас ситуация несколько меняется. Во-первых, у нас произошли некоторые технические изменения, что позволило ускорить время получения и выполнение вызовов. И, во-вторых, мы просто стали шире привлекать врачей и фельдшеров из России. Для этого есть поддержка администрации и создана специальная программа. Вы сказали о техническом новшестве. Что именно, что внедряется в работу скорой? Ну, уже 5-6 месяцев мы перешли на планшеты. Это, в общем-то, неизбежная перспектива для всех скорых помощей, но именно Краснодар и Сочи были, наверное, пионерами. Ну, может быть, не самыми пионерами, но одними из первых в России и перешли на планшеты. Значит, что это дает? Во-первых, это дает быстрое получение задания от центральной диспетчерской самой бригаде скорой помощи. Исключаются варианты дозвонов, до промежуточных звеньев этой цепи, какими были раньше диспетчеры направлений. Во-вторых, это дает возможность отслеживать положение бригад и выбирать именно ту бригаду, которая в данный момент свободна и находится ближе всего к месту, откуда поступил вызов. Третье положение – это то, что мы используем тот же самый планшет, как навигатор. Четвертое – это то, что планшет дает возможность иметь все время под рукой некий справочный материал для скорой помощи и имеет возможность связаться с врачами, которые сидят на центральной диспетчерской, и осуществляют поддержку чисто медицинскую действию бригад, особенно фельдшерских. Но перспективы еще достаточно большие у этого метода, и мы будем его развивать и привносить новые моменты в это. Это здорово. Ну а по поводу автопарка. В прошлом году наш регион получил несколько десятков карет скорой помощи, ключи от новых машин. Фельдшерам, врачам вручал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Давайте посмотрим небольшое видеоматериал. Давайте. Выезжать к больным и пострадавшим бригады медиков на новых каретах скорой помощи будут во всех районах края. На службу машины поступили в каждый муниципалитет. После торжественной церемонии глава региона осмотрел новые автомобили и пообщался с фельдшерами. Именно они сегодня на передовой, отметил Вениамин Кондратьев. Работа на скорой самая тяжелая, но от нее зависит будущее каждого пациента. Своему заместителю Анне Меньковой губернатор поручил разработать программу поддержки медиков неотложной помощи. Они в этих каретах, они на самом рубеже, они на передовой. Ведь первый крик о помощи встречают они. Они встречают гнев, а слова благодарности до них не доходят. Потому что это уже получают в опах, в больницах, там где помощь оказали. Поэтому здесь надо понимать, кто о них-то позаботится. О тех, кто в окопах, на передовой, они у нас. Вот те кареты скорой помощи и те, кто в каретах, они на передовой. Давайте продумаем программу для экипажей скорой помощи. Разъедутся во все районы Кубани еще 80 автомобилей скорой помощи. Их уже приобрели за счет краевого бюджета. Всего же сегодня в службе скорой помощи работают более полутысячи бригад. Ежегодно они выезжают почти на 2 миллиона вызовов. Буквально на днях в Сочи прошло заседание коллегии Минздрава Краснодарского края. Там также говорилось об оснащении автопарков скорой помощи. Зашла ли речь о городе Сочи? Да, действительно, вчера произошло крупное событие. Как и для всей кубанской медицины, так и в частности для сочинского здравоохранения. Это проведение коллегии Минздрава под председательством губернатора. И отдельно, наряду с другими вопросами, рассматривался вопрос о медицинском сопровождении грядущих соревнований по футболу. Это Кубка Конфедерации в 2017 году и Чемпионаты мира в 2018 году. И, конечно, скорая помощь будет на передовом рубеже. Об этом говорил министр здравоохранения. Он подчеркнул, что специально для этих событий, для медицинского сопровождения, будут закупаться 20 машин класса С. Нужно сказать, что класс С – это реанимобили. И мы получим новые автомобили, которые уже постепенно будут менять те, которые мы получили к Олимпиаде. То есть это хорошее прибавление к нашему техническому парку. То есть так они в Сочи и останутся? Да. Я надеюсь, что они так и останутся в Сочи. Как Вы оцениваете поддержку краевых властей именно в целом отрасли здравоохранения, ну и, конечно же, именно этой структуры, неотложной помощи? На уровне региона создана одна из лучших моделей и лучших систем здравоохранения в России. По многим показателям федеральные руководящие органы впрямую ставят в пример решения, которые уже применены в Краснодарском крае. И к ним относится и неотложная помощь. Это, во-первых, система помощи при тяжелых травмах, которая работает во всем крае и включает травмоцентры первого, второго, третьего уровней, система скорой помощи, взаимодействие между этими подразделениями. Мы работаем в том числе над тем, чтобы эта программа совершенствовалась и улучшалась. Затем это программа сосудистых центров, поскольку порядка 50% смертей и осложнений случаются именно из-за проблем в сосудистой системе. Это коронарный синдром, внезапные инфаркты и инсульты. И здесь, конечно, служба скорой помощи ключевую роль играет, поскольку именно из-за скорости доставки и целенаправленной доставки в нужные лечебные учреждения, причем не просто доставки, а с началом той терапии, которая будет продолжаться в сосудистых центрах, будет зависеть и конечный итог лечения. Ну, проще скажу, чем раньше мы начали лечение, причем поминутно, тем лучше результат. Либо человек останется инвалидом, либо он практически без последствий выйдет из этой сосудистой катастрофы. Открытие всех этих центров, все эти условия, есть ли в этом заслуга наших краевых властей? Помогают ли они продвигать как-то все эти программы? Конечно. Большое внимание уделяется и Министерством здравоохранения, и администрации края, и лично Вениамин Ивановичем развитию вот этих вот всех направлений, особенно экстренной медицины и, значит, акушерства и гинекологии. А сколько сегодня бригад ежедневно работает на линии? Хватает водителей, фельдшеров? Ну, у нас в Сочи по расчетным показателям, а это действительно рассчитывается количество бригад на количество постоянно живущего населения, положено 48 бригад. И, конечно, такое количество бригад мы выпускаем на линию ежедневно. Но нужно сказать то, что у нас и постоянно в Сочи присутствует несколько большее количество людей, а особенно в те моменты, когда у нас проводятся либо российского уровня какие-то мероприятия, либо просто курортный сезон, как зимний, так и летний. Я надеюсь, что мы скоро вообще станем круглогодичным курортом. И в связи с этим, конечно, этих 48 бригад нам часто не хватает. Нам часто не хватает. Но сейчас мы стараемся привлекать дополнительные силы из России. Для этого, значит, запущена на уровне города программа. Особенно на летние месяцы она будет работать. И надеюсь, что таких сложностей теперь уже не будет, как было в прошлом году. То есть, действительно, Сочи уже, можно сказать, что он круглогодичный, но все же придет пляжный сезон. Как-то особенно готовитесь к нему? Да, к пляжному сезону мы, конечно, готовимся особенно. Во-первых, это и программа финансовой поддержки бригад скорой помощи, которая создает привлекательность для работы у нас сотрудников из других регионов. Нужно сказать, что по итогам прошлого года мы значительно увеличили зарплату. Именно в летние месяцы с июля по сентябрь, когда у нас количество отдыхающих просто зашкаливало. И в каждый конкретный момент город принимал миллионы более человек. Горячая пора. Да, конечно. И хотелось бы затронуть такую тему нападения на врачей. Увеличилось ли количество таких случаев? Очень такая тема болезненная. Я не могу сказать, что количество нападений за последний год, два-три увеличилось. Оно находится на каком-то стабильном уровне. Это, конечно, большая проблема. Но, тем не менее, именно физическое воздействие на врачей количество не увеличилось. Но вместе с тем, как напряжение в обществе растет, так и сотрудники скорой помощи ощущают на себе это напряжение ежедневно. То есть количество, ну, будем говорить, хамства, оно достаточно большое. И здесь нужно сказать, что мы специальные тренинги организуем, мы беседуем постоянно с нашими сотрудниками, пытаемся их обучить защите определенной психологической и не отвечать на вот этот вот психологический прессинг. Но, тем не менее, иногда, конечно, некоторые сотрудники тоже себе допускают срывы. И это, как правило, вот именно эти моменты порождают в конечном итоге жалобы на работу бригад скорой помощи. А каким вы видите решение этой проблемы? Ну, во-первых, должно быть соблюдение режима труда и отдыха. То есть человек, который работает с повышенной нагрузкой, он, конечно, психологически истощается. Поэтому решение, оно, в общем-то, завязано на тех предыдущих решениях, которые я вам говорил. На той программе привлечения дополнительных сотрудников для работы, особенно в высокие сезоны. Возможно, какие-то программы поддержки медиков-неотложки на государственном уровне помогут решению? Да, разумеется. На государственном уровне уже несколько месяцев, более года обсуждается вопрос о поддержке законом тех случаев, когда нападение на медиков влечет особенно какие-то последствия. И сейчас собирается приравнять нападение на медицинских работников, особенно экстренной службы, к нападению на сотрудников силовых структур. Я думаю, что это психологически очень хороший поддерживающий фактор как для медиков, так и останавливающий фактор для определенных горячих голов. А как обстоит дело с хамством на дорогах? Я имею в виду по отношению к машинам скорой. В других городах это случается часто. А у нас есть такая проблема? Я не скажу, что это большая проблема для Сочи. В принципе, машины скорой помощи водители стараются пропускать. Но, однако, все это зависит от трафика движения. Если дорога забита, если есть пробка, то, во-первых, и агрессия водителей возрастает, и, во-вторых, даже если захотят пропустить скорую помощь, не всегда это получается. Но нужно сказать, что вообще автомобиль скорой помощи – это достаточно высокотехнологичное изделие. И кроме движка и колес, там есть очень много электронной начинки, начиная от навигаторов, начиная от видеорегистраторов, которые отслеживают ситуацию и в салоне, и на дороге. Кроме того, для того, чтобы чувствовали себя уверенно наши сотрудники, мы в этом году планируем внедрять постоянную радиосвязь между водителем и медицинской бригадой. Поскольку часто, уйдя на вызов, водитель не знает, в каком состоянии и когда закончится этот вызов. Таким образом, мы планируем приобрести и внедрить радиосвязь скрытого ношения, ну, не для того, чтобы скрытая, а для того, чтобы были свободны руки. И, кроме того, осуществлять поддержку чисто профессионально, таким образом, что при необходимости можно задать вопрос более квалифицированным сотрудникам, которые находятся на дежурстве на центральной диспетчерской, и получить определенный ответ. В случае же нападения или проявления агрессивности, можно дать сигнал водителю, который уже запускает определенную процедуру поддержки, в том числе с привлечением силовых органов. Да, очень удобно. Хорошая идея. Если вспомнить зимний период, этой зимой было очень много снега, врачам приходилось неоднократно наверняка добираться до пациентов пешком. Как вообще прошел этот период? Конечно, напряженно. Конечно, напряженно. Но я бы не сказал, что было что-то сверх особенное. Поскольку в других регионах, особенно в северных регионах России, снег – это вообще обычное явление. И трудности с проездом, в том числе во дворах, имеются в гораздо большем объеме, чем у нас. Но тем не менее, в силу того, что, по-видимому, мы просто не приспособлены, как южный город, к таким катаклизмам, у нас они имеют некий резонанс. Тем не менее, сотрудники скорой помощи все с пониманием относились к необходимости дойти, добраться до больного в любом виде. И у нас есть случаи, они зафиксированы. Когда и по снегу несколько километров больного с инфарктом несли на санках-волокушах. И когда проходили во двора до километра, до двух километров, поскольку машина не могла пробиться. Но это короткие периоды. Нужно сказать, что у нас зимний период прошел в очень хорошем взаимодействии с администрацией города и, прежде всего, с дорожными службами. И если, особенно в ночное время, где-то выявляли наши сотрудники невозможность проезда, то сообщалось это все дорожным службам. И в ближайшие же часы или даже минуты это все ликвидировалось. Нужно отдать должное и поблагодарить и МЧС, которая в некоторых случаях помогала нашим машинам, застрявшим, они вытаскивали их. И вот сотрудники вот этих вот ведомств, которые, в принципе, направлены на защиту населения не только от болезней, а от всяких природных факторов, они, конечно, работали в одной упряжке. И в этом плане, в принципе, я оцениваю хорошо этот сезон. И это радует. В нашем городе достаточно часто проводятся различные учения по противодействию распространения различных инфекций. Да и вообще во всех учениях, будь то пожарные или милиция, участвует скорая. Без вас никуда. Укладываются ли врачи неотложки в экстренные нормативы? Да, это действительно так. И, наверное, сложно найти какую-то станцию скорой помощи в России, которая в таком количестве участвовала бы в учениях. Особенно если принять во внимание, что у нас относительно, ну, относительно столичных городов небольшая станция скорой помощи, поэтому практически каждый сотрудник в той или иной мере, он всегда задействован в учениях. Поэтому, как все проверяющие, все наблюдатели отмечают, очень высокая степень подготовки и степень тренированности скорой помощи. Нужно сказать, что за последний год, когда проходили совершенно разные учения, их было порядка полутора десятков, значит, ни одного замечания по поводу, значит, участия каких-то профессиональных замечаний не было высказано. И наши сотрудники поддерживают высокую планку. Это радует. Это здорово. Сейчас диспетчеры при вызове могут перенаправить заявку в поликлинику по месту жительства. Скажите, пожалуйста, как определяется степень неотложности? Да, и я бы так сказал, что не все, не все наши жители, не все наше население понимают, что изначально скорая помощь была придумана, ну, как аналог пожарной службы. То есть она должна была выезжать именно в общественные места для оказания экстренной помощи. И не предполагалось, что врачи или сотрудники скорой помощи должны лечить какие-то заболевания. В дальнейшем, конечно, эта работа тоже присоединилась и стала неотъемлемой частью работы скорой помощи. Но нужно сказать, что во всех нормативных документах в скорой помощи на первом месте стоит все-таки обслуживание экстренных вызовов. И даже есть такая строчка в наших нормативных документах, что неотложные вызовы, а к неотложному относятся это вызовы на разные обострения хронических заболеваний. Давление, температура, боли в животе, головные боли. То есть то, что непосредственно в данный момент не угрожает жизни. Так вот, в наших нормативных документах сказано, что мы обязаны обслуживать эти вызовы только после того, когда обслужатся все вызовы экстренные. К экстренным же вызовам относятся дорожно-транспортные происшествия, падение с высоты, поражение током, отравление. Нужно сказать, что все детские вызовы младшего возраста, они тоже относятся к экстренным вызовам. И вот если все будут понимать, что работа скорой помощи складывается из этих двух больших категорий, то и не требовать, допустим, на температуру 38 приезда в первые 20 минут, а больше использовать неотложную помощь поликлиник, которая, в принципе, и предназначена для этого, то, конечно, нагрузка на бригады снизится, и именно экстренные вызовы будут гарантированно обслужены в те нормативные 20 минут. Но я могу с гордостью сказать, что в последние особенно месяцы, когда мы стали уделять особое внимание доезду на экстренные вызовы в 20 минут, это дало свои результаты. И вот конкретно сегодня я проводил рапорт «100% доезд». То есть ни одного вызова, не обслуженного в 20 минут, именно я подчеркиваю, экстренного вызова не было. А есть ли в Сочи сезонные обострения, когда в день масса вызовов с похожими диагнозами? Ну, разумеется, есть такие периоды. В зимнее время это связано с респираторными заболеваниями. Но нужно сказать, что достаточно большой охват профилактической вакцинации дает свои результаты. И, в принципе, в зимние месяцы у нас нет таких пиков заболеваемости респираторными инфекциями, какие наблюдаются во многих регионах России. В летние месяцы, это прежде всего август и начало сентября, это, конечно, кишечные инфекции. И здесь, ну, в общем-то, несколько факторов складывается воедино. Во-первых, это, конечно, большое скопление населения, детей прежде всего. Затем это, значит, несоблюдение гигиены. И третье, конечно, это повышенная температура, когда и продукты портятся намного больше. Но нужно сказать, при соблюдении элементарных правил гигиены, в принципе, каждый человек имеет достаточно возможностей для профилактики этой кишечной инфекции. Хотя по прошлому году действительно было несколько повышенное количество кишечных инфекций. Ну, будем надеяться, что все будут соблюдать меры гигиены, или это у нас пройдет более-менее спокойно. Будем надеяться, но все равно все могут положиться на станцию скорой помощи. Она в любом случае окажет всю необходимую, прежде всего, экстренную и неотложную помощь. Спасибо. Спасибо огромное, Олег Юрьевич. Спасибо вам. За ваши исчерпывающие ответы, за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был главный врач станции скорой медицинской помощи города Сочи Олег Баско. Будьте в курсе всех событий своего города и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры подогнал «Симон»!